дорогие донимхеды коничева этот ролик специально для вас в общем у нас смотрите какие джинсы на обзоре это джинсы eternal джинс офигенная японская фирма сейчас я про нее поподробнее расскажу вообще это подразделение компании майена сама компания майена с 1948 года шила и детскую одежду и рабочего в общем много всего а потом уже в девяносто седьмом году образовалась компания eternal джинс которая стала шить исключительно джинсы кстати говоря они шьют не только вот такие вот обычные японские джинсы из сырого денима у них есть еще заморочки на такие чисто внутри японская тема когда джинсы искусственно состариваются вытираются потом изнутри ставятся заплатки и тому подобное в общем и продаются новые джинсы уже как будто их кто-то носил но эта тема в японии очень популярна у нас так делают только фэшн марки так что не будем об этом говорить давайте рассмотрим сами джинсы ну во первых сразу бросается в глаза то что очень темный цвет индиго и эти джинсы несмотря на то что они новые практически из упаковки они уже как будто стираны и не как будто стираны они действительно уже прошли one wash как говорится на заводе они изначально прошли усадку то есть на заводе их постирали и потом высушили причем eternal джинс сушит в естественных условиях на улице прямо на солнце поэтому вот такие вот джинсы если вам придут и вы подумайте что и кто-то носил и стирал нет так оно и должно быть тут очень интересная ткань здесь есть такие вертикальные полоски которые будут проявляться в процессе носки фэйт здесь тоже очень классный он проявляется не сразу потому что прокрашено здесь все на совесть в общем красят eternal джинс джинсы канатным способом порядка двадцати пяти как назвать итераций или не знаю как в общем они 25 раз повторяют один и тот же процесс и тем самым эти джинсы очень интересно потом вытираются в некоторых местах они остаются практически такими же как мы сейчас видим а в некоторых местах вытираются практически до бела то есть получается офигенный контраст это то что ценят как раз до ним хеда здесь присутствует все что нужно ну кстати по поводу веса здесь 14 с половиной унций кто-то скажет всего на самом деле вот джинсы которые вы покупаете в масс-маркете в основном намного легче то есть это 14 с половиной это вполне достаточно и только ну как я не знаю только не умный человек оценивает джинсы исключительно с точки зрения плотности потому что есть просто шедевры джинсовой индустрии модели которые могут быть и легче и могут быть и тяжелее то есть по поводу веса не беспокойтесь это вот хороший суровый деним здесь у нас есть видите вот эти вот клепки и они проклепаны прям с мясом это не брак это такая фишка сейчас на многих джинсах так делают это как бы дань традициям как делали раньше дальше смотрите ну здесь конечно же все на болтах опять же как в старину на самом деле многие детали взяты с левайса но с родоначальника и кстати говоря видите вот этот тап синего цвета знаете почему он на этом кармашке изначально eternal джинс делал red tab здесь как левайс но левайс подал в суд и они короче отказались eternal отказался ставить ну потому что их ну подсудное дело и перенес tab вот сюда и синего цвета но шрифт остался такой же аутентичный как у левайс в общем есть что-то похожее также обратите внимание на карманы посмотрите здесь вот эти вот нитки знаете почему они расширяются к верху да потому что здесь изнутри стоят специальные клепки сейчас я вам покажу их вот вот они эти клепки это тоже дань традициям вряд ли вы увидите сейчас джинсы любые которые порвались в этих местах но это дань традициям так делали до 60-х годов и сейчас делают так наверно только в японии ну и какие-то аутентичные фирмы сам патч вот этот иероглиф он означает вечность и как говорят он сделан из овечьей кожи потому что джинсы подвергаются на заводе замачиванию ну как первой стирки one wash и это такая вот процедура которая может испортить если этот лейбл патч будет из какого-то плохого материала ну соответственно в эти джинсы сможете стирать в дальнейшем как угодно так что вам еще интересного рассказать пройти джинсы ну наверно скажу где их можно купить магазине да не мило в том самом магазине пока про который я уже снимал ролик я для вас специально пробил там скидку и по промо коду пронин вы там сможете получить хорошую скидку обращайтесь туда если вдруг вы делаете заказ не в первый раз то все равно можно выбить скидку просто обращаться в службу поддержки но это разберетесь вся информация будет в описании к этому ролику но собственно вот такие вот джинсы вполне так очень крутые напишите в комментариях нравятся они вам или нет я хочу сказать спасибо дмитрию за помощь подготовки этого видеоролика я надеюсь он будет вам полезен с вами был григорий пронин ставьте лайк обязательно нажимайте колокольчик подписывайтесь на канал до новых встреч пока